Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Переживать разрыв отношений очень тяжело. Нужно ли бороться за любовь и всеми силами пытаться вернуть любимого человека? Как это делать правильно и в каких случаях этого делать не стоит? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает психолог-консультант Мария Вачева. Мария, здравствуйте! Добрый день! Бороться за любовь, казалось бы, эта фраза, посыл очень благородный, но каждый, наверное, вкладывает в него что-то свое. Что значит бороться за любовь? Безусловно, что каждый в эту фразу вкладывает что-то свое. И для кого-то бороться – это значит всеми силами душа человека во всех смыслах, не позволяя ему делать какой-то выбор, преследуя человека в какой-то степени. Это значит бороться. Для кого-то бороться – это молиться за этого человека и позволять ему самому принять решение. Это тоже борьба. Вопрос в том, какую стратегию выберет человек. Иногда человек борется своими силами, своими ресурсами, включает какие-то там, если это женщина, включает весь женский арсенал, какой она только может, от каких-то там соблазнений до каких-то истерик. Очень полярные вещи используя, что у нее есть косметичка, она все достает, когда ей нужно это. И, конечно же, вопрос в том, что мы выберем. Но то, что бороться за отношения, я считаю, что это нужно делать, безусловно. И в самом начале я хочу все-таки выразить свою позицию, что за отношения нужно бороться. Но вопрос, наверное, как? Вопрос как? Вопрос как? Почему? Потому что, да, почему? Потому что если мы не боремся за отношения, это говорит, это служит сигналом того, что нам эти отношения по большому счету и не нужны. Если мне этот человек безразличен, я не буду бороться за его отношения. Он ушел и ушел, этот человек. Но если он для меня ценен, если мне хочется с ним общаться, если мне хочется быть с ним, то я буду стараться создать вот ту доверительную атмосферу, в которой эти отношения и это общение снова будет, и будет какое-то воссоединение, восстановление. Ну, давайте возьмем семейных людей, мужа и жену, и, допустим, кто-то из них хочет расстаться. Семейная жизнь не устраивает. Возможно, появился кто-то на стороне. Хочет человек к нему уйти, создать новую семью. Вот нужно ли возвращать? Ну, на мой взгляд, безусловно, для того, чтобы сохранить семью, нужно человеку делать то, что от него зависит. И в зависимости от ситуации это может быть и возвращение каких-то утраченных, может быть, попытка вернуть какие-то чувства, да, что-то вспомнить из того, что делали раньше друг другу. Зачастую отношения не разрываются в одночасье. Это обычно к этому приводит некий период охладевания чувств, когда каждый что-то не делал для другого, когда каждый что-то опустил на самотек. И наступает такой момент, когда вот эти неудовлетворенные потребности один из партнеров ищет выхода и порой находит это удовлетворение на стороне. Но это не значит, что не нужно ничего делать. На мой взгляд, тот партнер, да, который чувствует ответственность за отношения и хочет сохранить эти отношения, он и должен пытаться сохранить эти отношения, пытаться делать то, что он, может быть, не делал, то, что он, может быть, игнорировал в последнее время. Если не проводили время, пытаться снова проводить вместе время. Если он не делал каких-то знаков внимания, снова это пытаться делать. Но если уже человек хочет уйти, например, и получается, что мы бежим за поездом, который давно уже ушёл, мы его не догоним, получается так, что мы вдруг очнулись, нужно что-то делать, а человек, может быть, нас уже не любит, говорит, чувства прошли, я уже не люблю. Я люблю другую женщину, говорит муж жене, и не возвращай меня, и я ухожу в любом случае, а получается, она за ним бегает, как собачка пытается вернуть его, а где её гордость вообще, вот где женская гордость? Он, можно сказать, тебе изменяет, у него другая женщина, а ты вместо того, чтобы сказать своё гордое слово, начинаешь вдруг пытаться его возвращать всеми силами. Ну, мне кажется, что важно, чтобы у женщины была не женская гордость, а чувство собственного достоинства. И вот здесь большая разница между тем, когда ты можешь сказать своё фи, но ты всё равно поворачиваешься к этому человеку, и всё равно хочешь с ним строить отношения, потому что пока он живёт здесь, в твоём доме, да, он живёт с тобой, ты не можешь сказать, ну, уходи. И он ещё не сделал выбор, потому что он может говорить, что любовь ушла, чувства ушли. Мы знаем, что любовь на самом деле может иногда очень разные формации принимать, и когда люди живут рядом долгие годы, конечно, у них нет таких пылких чувств, как у влюблённых. И они не сидят, глядя друг к другу в рот, и вот забывая всё вокруг на свете. Безусловно, это нормально, что любовь с годами принимает разные формы, и она больше уже похожа на уважение и доверие друг к другу. И, возможно, что-то было утеряно за это время. Естественно, да. Возможно. Но, на мой взгляд, это не унижение, а наоборот, мужество, когда ты не в последний вагон пытаешься сесть, а ты пытаешься того человека, которого ты любишь, и ты вдруг осознал среди этой суеты, что на самом деле то, что ты имеешь, это ценно. На мой взгляд, это мужество, а не трусость, когда ты идёшь навстречу этому человеку и пытаешься снова строить отношения, и пытаешься вернуть на начало. На мой взгляд, можно склеить и можно вернуть отношения, как бы далеко люди не зашли друг от друга. И я видела много ситуаций, когда люди годами не разговаривали друг с другом, какая-то беда, какая-то проблема их сломила, и они просто даже по имени муж и жена не обращались друг к другу. Но когда начинают с ними проводить работу, да, консультанты, когда начинают их оборачивать друг к другу, когда они начинают разговаривать друг с другом, и вот это волшебное чувство, когда люди друг на друга впервые тепло смотрят, и какие слёзы у них из глаз идут, вот эти ситуации меня убеждают, что трудиться над отношениями всегда можно, и всегда можно вернуться назад, как бы далеко люди не ушли. Но я думаю, что это имеет смысл, когда оба хотят, когда хотя бы партнёр говорит, ну ладно, давай попробуем. Ты говоришь, давай, давай, милый, давай будем работать над отношениями, возвращать былую любовь. Он говорит, ну ладно, давай попробуем. Тогда ещё, может, какой шанс есть. А если он уже в твою сторону смотреть не хочет, и уже как женщина его не привлекаешь, и уже и как хозяйка, и как человек, и как друг вообще никак... Ну да, и раздражаешь иногда. И вот ещё даже, ещё и раздражаешь, что ужасно. Или вообще равно... Ну говорят, что хуже даже не раздражение, а полное равнодушие, ему вообще ничего уже не надо. Вот тогда это что, воскрешение мёртвого получается, бесполезно? Ну, мы знаем и в ангельских сюжетах, что и мёртвые воскрешались. Ну, там Господь их воскрешал. Так вот, и брак может воскресить Господь. Мы знаем замечательную притчу, когда не хватило в Кане галилейская вина. И там была всего лишь вода в этих сосудах, которые принесли потом, да, зачерпнули и принесли. И Иисус превратил эту воду в вино. Так вот, эта вода, это порой то, что в отношениях, в браке происходит. Когда нет ничего между людьми, когда такая сухость, что у людей нет ни интимных отношений годами, у них разные кошельки, они живут параллельной жизнью. И, казалось бы, всё безнадёжно, им надо просто штамп поставить в паспорте о разводе и просто разойтись и не мучить друг друга. Но Иисус, всемогущий Бог, Он как раз может даже в такие, на наш взгляд, безнадёжные отношения, Он может даже туда внести, Он может дать любовь от себя. У нас порой нет уже друг другу любви. Особенно, когда супруги очень долго в таких натянутых отношениях, конфронтации. У нас нет такой любви, но эту любовь может дать Бог. И вот важно, чтобы тот, кто имеет мужество посмотреть правде в глаза и захотеть сохранить отношения, чтобы хотя бы один молился, Боже, дай нам снова эту любовь. Не у нас культивируй, а вот ты извне дай нам эту любовь. Потому что у нас её нет. У нас её нет, но Бог её может дать. Он может её дать извне, дать эту любовь, и растопить вот это наше, знаете, сердце Каина, вот эти льдинки, которые из сердца. Конечно, если вот пока этот мужчина, да, в доме, я говорю об этой ситуации, пусть он равнодушный, пусть он говорит, я люблю другую, ты мне уже... но он ещё здесь, в доме. И сложить оружие, и сказать, ну всё, тогда иди, на мой взгляд, это не гордость, это вот называемая гордостью женской, на мой взгляд, это равнодушие к этому человеку. Потому что, по большому счёту, мы же прекрасно знаем, что иногда человеку кажется, что то, что на стороне, вот он новое влечение, и первый момент общения, кажется такой, знаете, конфетно-букетный период. Он лучше, он не пилит, нет никаких бытовых проблем совместных, потому что и делить там нечего ещё, и нет претензий друг к другу. И, соответственно, тот, который хочет уйти, он идеализирует те отношения. Он ещё не до конца понимает, что его там ждёт. И другой вопрос, когда мужчина уже ушёл. Вот бывает, ушёл из дома. Например, они ещё не развилились. Они развилились. Часть его вещей даже дома. Да, но он ушёл. На самом деле, мудрая женщина, если она любит, если у них есть большой багаж уже какой-то совместной жизни, зачастую ведь это случается, когда уже есть за плечами богатый опыт жизненный, когда дети есть, воспоминания какие-то, родственники общие. Это всё нельзя выкинуть в одночасье, зачеркнуть, ну, ушёл и ушёл. На мой взгляд, это вот некое такое безразличие и прохладность. Вот даже тогда, когда он ушёл, просить у бога любви к нему, позволив ему вот сделать эту ошибку, позволить ему сделать этот выбор, но быть готовым... То есть может ещё прибежить. А вполне возможно, что человек вернётся обратно, потому что всё то, что он идеализировал, на самом деле, вполне возможно, в реальности окажется совершенно другим. И вот будет ли готова эта женщина, хватит ли у неё тогда любви, принять обратно, не попрекая, и дать ему второй шанс, тот, который Бог даёт, в принципе, каждому человеку. Да, вот, Мария, вы сказали о том, что, может быть, из-за равнодушия они хотят бороться. Но откуда взяться неравнодушию, если, например, на протяжении скольких-то месяцев или лет до того, как он ушёл, он просто убивал постепенно и твою любовь. Да, он тебе в какой-то степени дорог, да, ты не хочешь оставаться одна, да, ты себя чувствуешь отвратительно, потому что ты брошенная остаёшься, а ещё если детей надо поднимать. Но у тебя нет ресурсов для того, чтобы его возвращать, нет сил. И ты думаешь, стоит, не стоит, или всё-таки его отпустить. А потом у нас всё-таки... Мы привыкли в обществе. Мужчина-завоеватель, мужчина-женщину привлекает, мужчина берёт то, что ему надо, а женщина либо идёт за ним, либо нет. А здесь, получается, инициативу должна взять на себя жена. Ну, если берём такой случай, мужчина хочет уйти, да, жена должна на себя ответственность взять. Он провинился, а она ещё и должна, ну, как, опять же повторюсь, должна его ублажать, заботиться, разговаривать с ним и пытаться его вернуть. Ну, на самом деле, пытается вернуть тот, кто сильнее. Мы должны это понимать. Так же, как и просит прощения, не тот, кто слабее. Это не признак слабости, это признак силы. Где взять эту силу? Я скажу, что на самом деле у женщин много таких ресурсов. Она может думать, что она беспомощна, ошибкой будет думать, что она жертва, потому что она не жертва, и она не беспомощна. У неё есть ресурс вот тот эмоциональный, который в неё заложил Господь. Ведь мы знаем, что мужчина – это, да, добытчик, да, вот он, поэтому он и завоёвывает её, но мы упускаем из виду, что она-то, она та, которая хранит семейный очаг, та, которая создаёт эмоциональную атмосферу в семье, та, которая поддерживает эмоциональную атмосферу в семье. Бог в неё вложил очень много для этого ресурсов. И сбрасывать со счетов вот эти женские ресурсы, умение сглаживать, поддерживать, воодушевлять мы тоже не можем, потому что у неё есть ресурс. На самом деле, когда женщина говорит, ну, вот я уже ничего не могу, я жертва, на самом деле, по правде сказать, мы думаем, что мы беспомощны, но мы можем быть беспомощны, и человек может быть беспомощен только в том случае, если он сознание потерял. Во всех остальных ситуациях человек не беспомощен. У него всегда есть выбор, всегда есть выбор, бороться или не бороться, но выбор будет за ним. Ну, главное тут желание, понятно, да, что если уж ты не хочешь бороться, то никто тебя и не заставит, а если ты хочешь бороться, то ты найдёшь способы. И даже если это желание колеблется и слабое, и мы думаем об этом, делать или не делать этого, мы видим, что ресурсом, кроме вот этого эмоционального заряда, который Бог заложил в женщину, является ресурсом ещё сам Господь, который идёт, как добрый пастырь, и ищет грешника, и ищет эту овечку заблудшую. Где-то он, как блудный отец, ждёт, пока отец блудного сына, ждёт, пока вернётся, а где-то ждёт. И вот очень важно этой женщине бороться. Бороться, может быть, когда-то, где надо идти и помочь, а где-то, где надо терпеливо, простить у Бога мудрости, ждать. Ждать и быть готовой простить и принять. Потому что, на самом деле, ну, измена в глаза Господа, ну, такой же грех, как и что-то другое, как и сказать плохое слово. И вот будет ли она готова принять и простить? Ну, в глаза Господа это так звучит. Конечно, мы ранжируем, как люди, по тяжести вины. Если вот он провинился, изменил всё, ни пряму, ни прощу. Ну да, предательство. Хотя я думаю, что многие женщины с годами понимают, что вот тот прожитый совместный опыт жизненный, его нельзя просто так выбросить. И многие женщины имеют мудрость к моей радости принять и простить. И такие вещи. Могут ли они, возвратив, например, мужа, коль скоро мы уж, ну, как бы о такой именно ситуации говорим, возвратив мужа, потом не разочароваться в том, что они его вернули? Во многом это будет зависеть от самой женщины, на что она захочет смотреть. Если она захочет смотреть на его недостатки, она их, конечно же, увидит. Потому что рядом с ней такой же несовершенный человек, как и она сама. Вопрос в том, на что мы смотрим, живя с этим человеком. Если мы хотим смотреть на то, что нас усиливает, что нас обогащает, то мы это и увидим. И этим самым укрепим отношения в семье. Да, действительно, дай Бог каждому и каждой мудрости для того, чтобы восстанавливать отношения. Потому что одно из самых прекрасных явлений в мире людей – это восстановленные, здоровые, гармоничные отношения, которые прошли, может быть, через испытания, но тем не менее они стали более здравыми и более добрыми. Мария, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова